К сожалению, если с гражданином, с жителем Одинсовского района приключилось несчастье, он приступил закон, и в отношении него было возбуждено уголовное дело, то ему обязательно нужно знать, ознакомиться с положениями этой амнистии. Она распространяется на лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой и средней тяжести. В частности, это должны быть инвалиды первой-второй группы, мужчины старше 50 лет, женщины старше 50 лет, это должны быть ветераны боевых действий как на Северном Кавказе, так и в Афганистане, в том числе беременные женщины и другие категории граждан. Но вы знаете, дело в том, что настоящая амнистия распределяет механизм ее применения. Если вы были привлечены к уголовной ответственности и пришли в суд, то он имеет право как прекратить уголовное дело в отношении вас, так и освободить вас от наказания. Дело в том, что если суд назначает вам наказание, не связанное с лишением свободы, допустим, штраф, ограничение свободы, исправительные работы, и вы не были признаны когда-либо особо опасным рецидивистом, или вы никогда злостно не уклонялись от отбывания наказания, то суд обязан освободить вас от назначенного по приговору наказания. Я могу с уверенностью сказать, что в настоящее время в Одинцовском районе огромное количество граждан, впервые совершаемые преступления небольшой и средней тяжести, освобождаются от назначенного наказания. Я лично участвую в процессах как в мировых судах, так и в Одинцовском городском суде, так и в Зенигородском городском суде Московской области. И данная амнистия дает шанс на исправление огромному числу людей, которые, к сожалению, приступили к закону.